Галина спрашивает. Добрый день, у мужа был инсульт в 2010 году в возрасте 56 лет. В последствии травмы автомобильной аварии. После обследования нам сказали, изогнут кровоток в шейном отделе. В настоящее время у него бывают частые головные боли, давление у него в пределах 110, ну низкое давление, 100 на 60 и низкий пульс 45-60. Какие вы можете дать рекомендации? Рекомендации для таких пациентов, это пациент считается высокой группой риска, тяжелый, явно здесь шейный след. То есть это пациент, который должен приехать в клинику ко мне и чтобы я его привел в порядок. Так что мужа своего везите сюда и будем его лечить. Телефон клиники 8 800 505 20 21, записывайтесь и вперед. Значит, Людмила, у меня давление нормальное 110 на 70, редко поднимается, но 20 лет пью таблетки. Несколько раз пыталась бросить, возникает синдром отмены. Ваши упражнения делала второй месяц каждый день. Больше от остеохондроза помогает, сделала МРТ, есть стеофит и высота гидрофильность диска C4-6 снижена. Суставные щели сужены в двух позвонках гемангиом. Можно при таком диагнозе продолжать выполнять ваши упражнения? Ну конечно можно выполнять мои упражнения. Второе. Зачем вы пьете таблетки? Вам что, заняться нечем, чтобы больше? У вас 110 на 70 давление, вы пьете таблетки от давления. Да зачем? Я не могу понять просто. Ну вот синдром отмены возникает. Вы даже знаете, что это такое, синдром отмены. И все равно вы пьете. Ну перетерпите вы синдром отмены, занимаясь моей гимнастикой. И все, и не будете больше пить таблетки. Ну две недели, три потерпите в конце концов. Ну что это за безобразие? Вы себе допьете с этих таблеток до такого, что оно у вас упадет, это давление, и получите ишемический инсульт с вашей шеи. И все, вот это будет ваш результат. Отменяйте все и терпите синдром отмены, выполняя гимнастику. Ничего с вами не случится. В крайнем случае волокардин. Выпейте, если там подскочит сильно и собьете. И изучайте наши курсы, там, если вам действительно хочется нормально жить. Ладно, еще понимаю, когда высокое пьют таблетки, потому что не знаю, что делать. Ну тут-то вообще. И даже еще знаете, что такое синдром отмены. Ну вообще. Так, Сергей. Врачи требуют пить таблетки от давления постоянно. Даже когда давления нет. Почему? Ну это такая вот у врачей система лечения. Они, к сожалению, другому не обучены. Понимаете, вот им сказали, что надо пить, чтобы пациенты пили. Другого никто не сказал. Вот они, они же не специально вам это делают. Ну вот так научили их, вот они так и лечат. Почему? Потому что вот всем сказали, что скачки давления недопустимы. Иначе риск того, что влопнет в голове сосуд. Хотя это еще такой вопрос. Потому что давление скачет у многих людей, а лопаются сосуды в голове очень не у многих. Если так сравнить, у скольких скачет и у скольких лопается. А вот ишемические инсульты, наоборот, намного чаще происходят. То есть, вот. Выполняйте наши рекомендации и вообще не будете пить никакие таблетки. Но то, что врачи требуют, вы должны показать врачам, что есть наш ресурс, что есть клуб бывших гипертоников. Тут много интересной информации для них. Покажите им. Может быть, они перестанут требовать. Много людей спасут. Потому что врач, если он обладает нужной информацией, он и применяет ее правильно. Равно как и наоборот. Если он обладает ненужной информацией и применяет ее неправильно. Может быть, как и полезным инструментом, очень полезным для общества, так и может неосознанно наносить вред. Нет. Образуйте этих врачей. Познакомьте их с моими подходами и будут они дальше не так сильно требовать пить таблетки. Так, Нинель спрашивает. Гимнастика – это прекрасно, но у меня массивные костные разрастания в грудном отделе. Шея прискверная. Что делать при наличии такой проблемы? Гимнастику делайте. Вот эти ваши все разрастания, а тем более при скверной шее, это и есть показания к выполнению нашей гимнастики. Так. Дальше спрашивает Ирина. Добрый день, Александр Юрьевич. У меня такой вопрос. Я случайно узнала, что у меня высокое давление при прохождении медкомиссии. 176 на 113. Взяла на контроль. Давление у меня постоянно в пределах 156-181, 113-109. Голова при этом не болит и чувствуя себя комфортно. Хотя в молодости рабочее давление было 110 на 70. Мне 54 года. Если снижаю давление до 140, начинает кружиться голова. Вот если у вас высокое давление, но вы при этом не чувствуете, значит, что шея зажата, кровь не проходит в головной мозг, но сердце подкачивает все время, компенсирует, и вы не чувствуете давление. То есть вы за счет ресурса своего сердца, который изнашивается, вы полностью компенсируете пока. А вот когда снижается оно, вот тогда вы и чувствуете, что у вас происходит с головным мозгом. То есть шея-то зажата, давление снизилось, сердце решило отдохнуть, не слушается мозга, не качает. Все. И у вас возникает плохое самочувствие. Почему? Потому что кислорода стало мало в головном мозге. Вот этот самый момент, что вот так вы не чувствуете, когда высокое, а когда оно снизилось до 140, и вы стали чувствовать плохо, вот это и есть стопроцентное указание на то, что у вас больная шея, и шею надо лечить. При помощи гимнастики в вашем случае нормализовать давление можно, скорее всего. Можно, скорее всего. Но если не будет получаться, тогда приедете в клинику. Ну, по крайней мере, месяца 3-4, а то и 5 гимнастику поделать нужно вам. Так, Олег, добрый день. Во-первых, спасибо за гимнастику. Отличная штука, бодрит. Ну, то есть кого-то усыпляет, кого-то бодрит. Если бодрит, кстати, то делайте ее лучше с утра, а то на ночь наделаетесь, взбодритесь и не будете спать. Такой вот жизненный совет, потому что я с этим сталкиваюсь у пациентов. Вопрос такой. После сна бывает онемение руки. Что это? Ну, сложно сказать, сложно ответить. Может быть, вы просто попробуйте подушку поменять, иногда это помогает. То есть шея может затекать просто, нерв там нарушается питание нервов и рука немеет. Может быть, бывает так, что подушку поменяет человек, и вот этот вот неприятный симптом проходит. Наталья спрашивает. Здравствуйте, доктор, я бухгалтер. Мне 59, давление 101. Что такое за давление? Иногда падает до 85. Я так понимаю, это как раз диастолическая имеет в виду пациентка. С 2010 года принимаю конкорр. Сейчас бетолог ЗОЖ. Атеросклероз сосудов шеи 20-25%. УЗИ сосудов шеи. На МРТ две шейные грыжи, но не беспокоит. Шея подвижна. С 2010 года пульсирующий шум в правом ухе привыкла уже к шуму. МРТ головы. Все в норме. Аневризма исключена. Холестерин 7-8. Врач прописал разувостатин. Пью 2 месяца, холестерин 4-2. По бочке не ощущаю. Проблемы спины 47 лет. Лечу сама, когда болит. Вопрос. Противопоказана ли мне гимнастика по вашей методике? Ну, я не вижу здесь противопоказаний никаких. Наоборот, вы вписываетесь в классическую картину нашего пациента. Вот такую среднестатистическую. Делайте, конечно. Это необходимо. Спрашивает Катерина. Уважаемый доктор, скажите, пожалуйста, какие есть методы расширения сосудов, кроме медикаментозных? С позвоночными артериями понятно. Тут в помощь ваша замечательная гимнастика. А как с остальными, питающими тоже важные органы? Большое спасибо. Ну, дело в том, что вот когда вы улучшаете в помощь гимнастики кровотопа позвоночным артериям, что происходит, восстанавливается перфузия головного мозга, ствола мозга. И рефлекс вот этого снижения, вернее, сужения капилляров, которые возникают при сниженной перфузии, он уходит. То есть вот эта гимнастика, она и поможет расширить через восстановление перфузии ствола головного мозга, поможет тому, чтобы все остальные капилляры во внутренних органах тоже расширились. То есть здесь вот в этом вопросе вашем содержится и ответ. Вот спрашивает Гаррегин у нас. Уважаемый доктор, я гипертоник с 2003 года. В мае 2016 у меня был гипертонический криз, давление 230 на 110. В августе 2016 мне сделали операцию на сердце, аорт-коронарное шунтирование. У меня плохие сосуды, низкая проходимость. Груз выше 1,5-2 кг не могу нести. Левая сторона начинает слабеть и повышается давление. Скажите, пожалуйста, какие лекарства способны очищать и расширять сосуды? Так же, какие еще существуют варианты по народной медицине? Питание, гимнастика, дыхание и другое. Ну здесь я скажу одно, что вам надо приехать в клинику и профессионально с нами работать. Где бы вы ни жили, если вы хотите еще жить, то вы должны сюда приехать минимум на месяц. Это для начала. Да, для начала. А потом вам придется сюда приезжать 2-3 раза в год по месяцу регулярно. Вот тогда у вас есть шанс находясь в таком состоянии еще не только пожить, но и привести себя в порядок нормальный и полноценно себя чувствовать. Понимаете? Поэтому вам надо спасаться. Поэтому приезжайте, будем этим заниматься. Далее спрашивает Виктория. Если давление 230-240 на 110-120, чувствую себя хорошо, максимальное было 270 на 120, гипертонику уже 40 лет. В 7 лет было 145 на 100, мне 47 лет. Я пью таблетки уже много лет и все равно давление 200, но при этом чувствую себя хорошо. Кризы бывают и при меньшем давлении. Может мне не стоит пить лекарства, если чувствую себя хорошо при высоком давлении. Ну, видите, Виктория, вы явно зациклены на том моменте, что вы себя чувствуете хорошо и вам кажется, что из-за этого, может, вы даже и не больная. Но, к сожалению, это не так. К сожалению, это не так. Таблетки вам не помогают по понятной причине, потому что у вас, видимо, с детства была родовая травма. Это классическая картина давления, возникающего при таком состоянии, когда немножко произошел при родах, когда у вас рожали подвывих первого или второго шейного позвонка. Потом, когда вы росли, он у вас постепенно увеличивался. И вот к 47 годам вы уже находитесь на грани сосудистой катастрофы, которая с вами, к сожалению, может произойти в любой момент. И вам надо приехать и получить профессиональную помощь, привести в порядок последствия вот этой родовой травмы, которая с вами была. И тогда у вас будете чувствовать себя хорошо, но при этом не будете выпить таблетки, не будет у вас давления. Поэтому приезжайте ко мне, я вам буду помогать. Другого тут варианта нет, иначе пострадаете в самый неожиданный момент. К сожалению, я как врач с большой, огромной практикой могу это уже увидеть из этого дела. А то, что вы чувствуете себя хорошо, это как раз плохо, потому что вот это самое хорошо, оно вас сбивает с пути. Оно сбивает с пути и не даёт вам вовремя отреагировать на вот это вот ваше состояние опасное. Ждём вас. Дальше спрашивает Татьяна Григорьевна. Здравствуйте, уважаемый Александр Юрьевич. Заказала ваши видеокурсы лечения от расклероза гипертонии. Мне в 2016 году была сделана операция по замене метрального клапана. Принимаю постоянно варфарин. Шеи проблемы давно. Давление нестабильно. Засыпаю 120 на 8, проступаю 160 на 85. Ну, классический симптом нестабильности. Мощный в шейном отделе за ночь позвонки проседают, зажимают артерии позвоночные, нарушается питание ствола мозга и вперёд. Давление с утра высокое. После пробуждения делаю небольшую зарядку на вытяжение, не вставая с кровати, давление опускается. Ну, вот да, подтверждение того, что я только что сказал. 140-135 на 75. Диагностированный атеросклероз. Не является ли моё состояние противопоказанием применения вашей методики? Да это, наоборот, показано применение методики вам. Не планируете открыть клинику в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге клинику открыть не планируем. Дело в том, что здесь, в Москве, мы сейчас занимаемся тем, что организуем мощную научную школу, где мы будем готовить специалистов. Школу мы сделаем в течение ближайших двух лет. Специалистов готовить тоже надо не менее двух лет. После этого, как мы получим возможность, как мы научим специалистов, вот где-то через 4-5 лет начнут появляться клиники тогда в других городах. А вот до этого времени тем, кто нуждается именно сейчас в помощи, нужно приезжать сюда, выполнять мои рекомендации дома, ну, у кого какие возможности есть. Вам бы я рекомендовал подъехать к нам, потому что ситуация у вас клинически очень такая, тяжелая достаточно. Так, спрашивает Ирина. Здравствуйте. В 2010 году у меня случился инсульт с правосторонней парализацией. Как выяснилось, я была гипертоником, хотя никогда не чувствовала дискомфорта. Вот я ранее говорил, читал вопрос, где пациентка чувствует себя хорошо. Вот последствия этого хорошо, вот в этом вопросе. Была гипертоником, хотя никогда не чувствовала дискомфорта. Вот и все, а потом инсульт. С помощью таблеток, диратон, я поддерживаю давление, но меня мучает гипертонус мышц правой стороны тела, постоянное полуроботовое состояние в движении. Терапевт рекомендовал таблетки расслабляющие мышцы, невролог, дорогущий укол раз в полгода, результат нулевой. В итоге я плюнула на все их рекомендации, начала сама искать выход с положения. Недавно встретила ваше видео, подписалась на рассылку. Вопрос, что вы можете мне посоветовать в моем положении? Ну, у нас таких пациентов много, к сожалению, вот уже когда произошла катастрофа сосудистая. Но, к счастью, для этих пациентов мы можем очень качественно помочь. То есть вы можете приехать сюда к нам, мы вам восстановим кровоток головного мозга, идеальным сделаем. И после этого начнутся восстановительные процессы в области неврологических ваших нарушений, которые вас беспокоят. Не ранее. Раз у вас не идет неврологическое восстановление, значит, у вас грубо нарушен до сих пор кровоток. И это, к сожалению, то, что плохо идет, отпускает неврологическая вот эта симптоматика, говорит о сниженном кровотоке и, соответственно, о высоком риске повторного инсульта. Вот нужно эту проблему убрать. Тогда, во-первых, восстановитесь, во-вторых, не будет у вас рецидива, то есть не будет повторного инсульта. Вам обязательно надо приехать и лечиться. Спрашивает Наталья. Здравствуйте, доктор. У меня дорозально-медиальная грыжа С5-С6, 4,5 мм. Для шеи 4,5 мм – это большая грыжа, считается. Нерохирург предложил операцию. Молниеносно растет давление. Таблетки мне не помогают. Начала делать упражнения, понравилось. Но при выполнении экстра-систелла. Глокружение потом все проходит. Можно ли мне делать упражнения для укрепления мыши, чтобы обойтись без операции? Мне 59 лет. Спасибо. Делайте эти упражнения, и вы почти на 100% обойдетесь без операции. Но только делать вам их придется долго. Месяца 3, 4, 5, может, полгода. Конечно, грыжа большая. С5-6, 4,5 мм. Но в крайнем случае приедете, мы вам здесь в течение… Для нас это несложно. Вот эта грыжа С5-С6, 4,5 мм – это две недели вы здесь побудете, и все. Можете даже, чтобы побыстрее приехать на две недели, мы вот тут все это сделаем, и потом спокойно делать гимнастику. И операция вам не нужна, это я вам гарантирую. Потому что уж в чем, в чем. А я, если кто-то… Ну, кто первый раз смотрит, вот мои ответы на вопросы, может, первый раз столкнулся с моими методами, рекомендациями, не знает. А вообще-то вот все методы лечения гипертонии, я начинал с того, что сначала просто с помощью своей методики лечил грыжи, именно сложные грыжи в шейном отделе позвоночника, либо постоперационные, когда рецидив возникал грыжи, либо пациент не хотел оперироваться, потому что, ну, как бы страшно, либо хирурги не брали, потому что хирурги боялись каких-то осложнений. И вот даже при самых сложных клинических случаях все вот, что я делал, оно помогало. А потом оказалось так, что еще и гипертония у людей проходит. И вот поэтому сейчас мы с вами встретились на сайте клуба бывших гипертоников. Но методика эта, она излечивает грыжи не менее эффективно в шейном отделе, чем гипертонию. Будьте здоровы! С вами был доктор Шишонин. До новых встреч!